Приступаем к самой процедуре замены смазки в коробке. Для этого берем всю булую емкость, которая у вас есть в наличии, но по объему до 5 литров. Потому что здесь у нас где-то около 4-4,5 литров в коробке. Так что 5-литровую канистрку, как только обрезал, она каждый раз подойдет. Я полностью, конечно, сливать не буду, я только для информации, чтобы вы поняли саму суть слива. Вот эту пробочку сливную отворачиваем. Вот у нас паспобасло. Видите, здесь осталось уплотнительное концо, оно может остаться на пробке и на коробке. Не потеряйте его, иначе вы затем, когда завернете, у вас будет подтекать отсюда смазка. После того, как у нас масло все слилось с коробки, мы заворачиваем назад пробку. Убедившись, что у нас там прокладочка осталась. Затянули. Ну, нормальным усилим, чтобы не сорвать резинку. Отворачиваем контрольную пробочку и открываем заливную пробку. Вставляем леечку в отверстие и заливаем масло 80W90. Заливаем масло до тех пор, пока оно не станет вытекать из контрольного отверстия. Когда оно потекло из контрольного отверстия, ставим пробочку. Но обратите опять-таки внимание, чтобы была уплотнительная шайба. И ставим на место пробочку. Ну, предварительно вытащим нашу. Вот на этом у нас завершилась процедура смены масла. Хочу ваше обратить внимание, что смена масла это не прихоть, не наша, не завода изготовителя. Просто в первые 10 часов идет интенсивная обработка, вернее, переработка шестеренок. С которых вылетает весь абразив. Все это попадает в масло. Если вы не замените масло, масло у вас превращается в обыкновенный наждак. Соответственно, у вас выходит быстрее коробка передач. В общем, выходит из строя ваша коробка передач. Так что масло менять надо обязательно. Вот и вся процедура замены масла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok